Это Рио с Майклом Меликовым, основателем центра Сан-Гейц, Сан-Гейц-Сколу, Сан-Гейц-Радио, на другой стороне Сан-Гейц-Ладвия. Майкл, приветствую. Здравствуй, Эдуард. Добрый день, дорогие друзья. Хотел бы первый вопрос задать. Что такое хроника Акаши? Возможно ли научиться читать свои хроники Акаши? Акаши переводится с санскрита как эфир. То есть это тот слой информации, где хранятся все наши жизни, любые, в течение которых мы проживали на планете Земля, не только на планете Земля. и это та информация, которая состоит из прошлого, настоящего и будущего. Это может даже показаться как-то непонятным и невероятным, но вот эти вот три времени, прошлое, настоящее и будущее, они, так сказать, в одной точке находятся. Собственно говоря, в хрониках Акаши прописаны даже, в общем, наше будущее жизни и то, куда мир пойдет. Так считается по древним сакральным источникам. А что такое Айурведа? То есть ты еще задавал вопрос, как попасть туда. Да. Возможно ли это? Ну, во-первых, это возможно, и это не просто возможно, это необходимо всем, поскольку на основании наших прошлых жизней мы живем этой жизнью, а сегодня это то, что называется карма. Сегодня мы строим нашу жизнь в будущее, и это тоже называется карма. Поэтому этим можно объяснить, собственно говоря, все наши проблемы, все наши несчастья, все наши радости, все наши горести, все то хорошее, что мы сегодня имеем, и все то нехорошее, которое мы тоже имеем, ну, вплоть до того, когда мы можем умереть, когда мы должны родиться. Это такая библиотека, или, скажем, ну, наших рекордов, или наших записей. Библиотека, ну, вот как, скажем, хранилище информации, как на нашем компьютере хранятся информации. Где-то у нас есть папки, фолдеры, у нас внутри этого есть файлы определенные, скажем, участки нашей жизни, с такого-то возраста по такой-то возраст, с такой-то возраста, это эта жизнь, да, это как бы такая папка нашей теперешней жизни. Дальше у нас лежит папка нашей прошлой жизни, все то же самое, позапрошлой, позапозапрошлой, и папок очень и очень много. И задача наша – зайти туда и посмотреть, чего мы накосячили в тех самых прошлых жизнях, для того, чтобы определить, почему в этой жизни с нами не так все в порядке. Когда с нами все хорошо, ну, так человек устроен, у него все хорошо, но он не помнит плохого, он, так сказать, хороший. Потом хорошее быстро заканчивается, что самое интересное, а вот плохое начинается помнить. И все время идет сравнение. Вот тогда было лучше, тогда у нас там была вот такая-то жизнь, сегодня у нас вот такая жизнь, и все время какие-то недовольства, потому что, еще раз, нам все время чего-то хочется. В общем, из этого вытекают очень и очень многие моменты, но это вопросы уже там следующего характера. Вот. А переходя ко второму вопросу, что такое аюрведа? Аюрведа – это как раз-таки наука долгой счастливой жизни, и сценарий этой жизни, этих жизней, как надо правильно жить. То есть он написан, этот сценарий. Вот это и есть, может быть, даже не наука, а путь. Потому что наука сегодня, к сожалению, себя в какой-то степени дискредитировала. В каком плане сегодня с помощью науки надо все конкретно пощупать, потрогать, проверить и так далее. А есть вещи, которые невозможно проверить, поскольку наше восприятие этого мира, оно очень и очень ограничено. Мы, рождаясь в этом теле, ограничиваем себя. Поэтому считается, как бы, с точки зрения аюрведы, что с точки зрения вот этого пути познания, считается, что мы находимся на планете Земля, где мы живем, и ограничены рамками нашего понимания, нашего восприятия и нашего вот этого тела, в котором мы и находимся. То есть мы не есть тело. Вот в чем самое главное. Кто мы есть, это вопрос другой. Карма, про которую вы говорили, она больше относится как к телу или как к духу? То есть после смерти она покидает тело и больше не уходит с душой куда-то? Или она преследует нас в дальнейших перевоплощениях? Карма? Да. Карма – это причинно-следственная связь. Карма к телу не имеет, собственно говоря, никакого отношения, поскольку мы что-то сделали, это действие и противодействие, и все. Но дело в том, что у нас ведь не одно тело. Вот когда ты задаешь этот вопрос, ты ассоциируешь себя в данном случае как раз-таки с этим телом, когда мы умираем. Но умираем не мы, умирает тело. Душа – она вечная. То есть душа находится, скажем, мы и есть душа в скафандре. И этот скафандр – это физическое тело. Оно имеет определенное свое название. Дехо называется. Грубое физическое тело. Но вокруг нас есть с точки зрения определения этих тел, есть такое понятие аура. Ну вот с определенными приборами или определенными качествами другого человека, который видит эту ару невооруженным глазом, без всяких приборов, вот эта аура, состоящая из нескольких светящихся, скажем так, тел, это и есть тело, с которым мы расстаемся. Чтобы было понятно, скажем, есть такие периоды, когда физическое тело у нас умирает, это определяется, ну, скажем так, как медицина, это определяет основку сердца, там, скажем, серое там вещество, без деталей, да, и все, наступает физическая смерть, время смерти, там, медики пишут, вот такое-то. Но это время физического смерти. Но у нас другие тела есть, которые потихонечку расстаются с этим телом, они расстаются, они отлетают от этого тела. То есть это, как, знаете, как, вот, допустим, у нас нет пальто, и мы снизу, на нас тело, тема, холодно, мы одеваем пальто и пуговицы, да, и вот мы расстегиваем одну пуговицу, вторую пуговицу, третью пуговицу, четвертую, и, наконец, снимаем, все. Тогда мы сняли себя. То есть вот это вот все, весь этот груз себя снят вместе с этим пальтом. И вот, скажем, первое, там у нас есть эфирное тело, оно отпадает, допустим, и уходит вместе с телом. Эфирное, астральное и ментальное. А дальше есть еще другие тела, которые с нами попадают в следующее воплощение. То есть, поэтому мы получаем в следующей, скажем, жизни, мы получаем то, чего мы заслужили, хорошее или плохое, ну, и, соответственно, мы получаем те самые реализации, которые нам положено получать по этой, то, что называется, карме или причинно-следственной связи. Ну, примерно так. Это очень грубо, но примерно так. То есть, если правильно я понял, получается, что после смерти душа выбирает свое тело по опыту, которым она хочет пройти заново? Да, это хороший вопрос. Это именно так, примерно так. Но, опять же, очень, так сказать, грубо и очень относительно мы можем себе запланировать. То есть, считается так, что если мы стали на путь познания, вот у нас есть уже не школа, она называла школой, она называется «Университет познания личности». Мы сейчас ведем передачу на канале, это я обращаюсь к нашим зрителям, слушателям, подписчикам, наведем на отделение или на филиале центрального канала центр «Сангейтс», ютуб-канал центра «Сангейтс», находящийся, ну, формально в Чикаго, поскольку я проживаю в Чикаго, в Соединенных Штатах. Но внутри этого есть университет, то есть это ютуб-канал, а внутри есть университет, где желающие проходят свой путь становления или познания личности. Потому что когда мы знаем, кто мы есть и как нам действовать, соответственно, с тем, кто мы есть, тогда нам просто легче формировать наше будущее в жизни. То есть мы сегодня формируем наше будущее в жизни, поэтому тот вопрос, который ты задал, он действительно очень справедливый и очень правильный. Да, мы можем сформировать наше будущее в жизни, и мы не только можем, мы обязаны это сформировать, потому что вот это поступательное движение, оно вверх. И та ступенька, на которую мы стали в этой жизни, начав это предпознание, мы с нее уже не падаем. Так определяется в Айурведе, так определяется в тех сакральных текстах. Следующая жизнь мы начинаем уже с этой ступеньки, а дальше мы двигаемся выше, выше и так далее. Строим вот так вот лестницу, так сказать, вот как мы видим, там лестница в небо, вот так примерно рисуется. Часто мы видим такие картинки. А чем отличается Высшее Я от Духа? Или это одно и то же? Ну, это сложный вопрос. Высшее Я, это, я бы сказал, это есть очень много трактовок. Во-первых, что такое Дух, и что такое Душа? Понимаете? То есть, испустил Дух, да? Человек испустил Дух, говорят, правильно? Испустил Дух, то есть умер, да? Но Душа ведь вечная, верно? Поэтому не говорят, человек испустил Душу. Нет. Он не может испускать, поскольку он не может из себя. То есть она, это не рука, это не нога. Да, руку мы можем там, скажем, там, не знаю, трубить, в конце концов. Ее могут там отрезать. Голову можно отрезать, но Душу отрезать нельзя. Она не там находится, понимаете? Потому что мы и есть. И когда Высшее Я, мы говорим, Высшее Я, это одно, имеет отношение не к Душе, имеет отношение к Духу. Потому что если есть Высшее, есть и Низшее, верно? Ведь логично предположить, правильно? Когда есть какие-то границы. И все, есть какое-то ощущение того, что чем-то мы, скажем, есть какая-то форма, скажем так. А если мы Душа, она не имеет обличия, в принципе, но Душа может принять форму, но тогда это уже будет не Высшее Я, тогда это будет уже несколько другая субстанция. Но вопрос действительно непростой, вопрос сложный, но интересный. С этим надо разбираться, потому что потихонечку доходить надо. Ответить так однозначно. Вот я бы так ответил. Это еще раз моя трактовка, как я это понимаю. Спасибо. Я заметил, что в последние годы, да и я сам, начали люди меняться в окружении. То есть из менее агрессивных, из менее интересного к материализму, как раньше, деньги, 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 люди начали больше интересоваться духовностью, медитацией, правильное питание. С чем это может быть связано? Есть какие-то идеи? Это связано с определенными процессами или с циклами, в которые мы сегодня проходим. Дело в том, что мы находимся по физическим наукам, по физическим источникам. Мы сегодня идем в так называемую золотую эпоху. То есть если люди жили в дальнейшем невежестве и деградации, какие-то еще 20 лет, про астрологию вообще очень мало кто знал, единицы буквально, про аюрведу вообще мало кто знал, про веды, слово веды это было, единицы знали, а веды это знание, правильно? То сегодня идет, вот так все идет по нарастающей, и люди хотят стремяться узнать, кто они есть. Вопросы души не стояло вообще никак. Я точно так же, как и все, ну, как и многие, точнее, своего, скажем так, поколения, люди моего поколения, очень многие выросли в условиях атеистического, коммунистического или социалистического общества, я знаю, где у нас были совсем другие ценности, которые нам прививали с детства наши родители, которые тоже этого не знали. Понимаете? А сегодня время меняется, и сегодня вот потихонечку мы двигаемся в эту золотую эпоху, золотую пору, где людей интересует, и это очень здорово, потому что у людей будет открываться видение совсем другие. Мы уже не будем ограничены нашим тренерным восприятием, пока да, но речь уже идет о четвертой плотности, пятой плотности, о световых, скажем, каких-то телах, и так далее, и так далее. А сегодня все бешенными темпами развивается, технологии, взять интернет. Ну, я когда-то понятия не имел, что такое тройное W, да, вот этот самый интернет. Мне говорили, для меня это было много лет назад, но когда-то такое было, а сегодня с помощью вот таких вот устройств, с которыми мы общаемся, можно достичь любой точки и перевести какие-то знания, которые где-то они хранились, в запасниках закрытые, а сегодня они становятся открытые, и это очень хорошо. Такой вопрос, я его зачитаю. Как открыться духовно и начать учиться? Я просто знаю некоторых людей, и им это нравится. То есть им интересно слушать, но они не могут себя заставить делать. То ли они смущаются от этого, то ли им стыдно. Для некоторых это вообще кажется так сложно, что они бросают не начавши. Как вы думаете, в чем может быть проблема, и как лучше начать? В плане духовности, медитации, как прийти к этому? Может, там много людей, которые заинтересованы, но они как отдаляются от этого. Они считают, что это вот мнение, что это шарлатанство. И их сложно переубедить, учитывая, что обычно говорят, не стоит этого делать. Ну, во-первых, не изначально. Никого не надо убеждать, никого не надо заставлять, никому не надо... Есть такая поговорка «догнать человека и причинить ему добро». Не надо никому ничего причинять, даже добро. Поскольку существует другая поговорка «благими намерениями». Знаете, куда вышли на дорогу? И привести примеров можно очень много. Сейчас на этом останавливаться мы не будем. Поэтому человек должен сам прийти к этому, сам по себе, как бы ему нужно было помочь, теоретически. Еще раз. Первое. Только если он просит сам. Второе. Изменяя себя, мы изменяем окружающий мир. Это закон такой. Поэтому надо начинать с себя, и вокруг нас будет все меняться, и люди будут меняться. Если мы перестанем заниматься, скажем, то, чем мы занимаемся, строительством городов, вот этих миллионников, вырубкой лесов, допустим, бурить эти скважины, что будут дырки делать в земле, ну, тогда, значит, и земля будет меняться. А пока мы... Представляете, раненый зверь, да, что он будет делать? Он будет защищаться всеми возможными способами. И поэтому это не вопрос, как мы можем изменить путем там насилия или каких-то других вещей, или даже убеждения. Не надо никого. Если человек попросил, тогда да. Поэтому я постарался, создавая этот центр, Сангейтс, и университет, о чем я получаю, вот буквально вчера пришло, просто большой поклон, это не комплимент, я это воспринимаю как оценка, совершенно нормальная, трезвая оценка того, что происходит у нас сегодня. То есть у нас есть свобода выбора. То есть человек имеет свободу выбора. Как ни странно, он даже может заниматься насилием. Он это и делает довольно часто. Насилием по отношению к другому человеку. Почему? Ну, не ведаем, что творим. Поэтому нам дано право следовать законам, следовать заповедям. И нам дано право их нарушать. Но ответственность никто не отменял. Поэтому у нас есть такое понятие, как карма. Поэтому незнание законов не освобождает от их ответственности. Верно? По поводу медитации, не у всех получается, люди не готовы. Но надо это делать. Поскольку только с помощью медитации, а не бывает, мы воспринимаем медитацию не так, как, скажем, надо ее воспринимать. Первое. Во-первых, с помощью медитации мы можем открыть то, что у нас скрыто внутри, и ответить на все вопросы, которые у нас могли бы возникнуть. Только с помощью медитации, а не с помощью интернета. Потому что это наш путь, это наша дорога. А те, кто это описывает, это дорога их. Они прошли этому. Поэтому не обязательно, что если мы будем следовать описанию-написанию того, что кто-то прошел, не обязательно у нас будет получаться. Не обязательно. То есть, если мы начнем синхронизировать свою, скажем так, матрицу, с матрицей тех людей или того человека, того преподавателя, который есть, если мы с ней совпадаем или с ним совпадаем по вибрациям, тогда это наш человек, это наш учитель, он нам помогает. Но дело в том, что должна быть абсолютная взаимная связь ученика и преподавателя. Преподаватель не должен рассказывать так, как он считает, так должно быть, и потому что это точно им надо. Им надо. Им, вот этим вот, которые внизу находятся. Он так считает. Потому что он-то дошел, этот преподаватель. Но кто сказал, что они дошли? Поэтому должна быть обоюдная связь, обоюдное влечение друг к другу. Вот. Ну, и если не получается, тогда надо все же пытаться. То есть начинать там с пяти минут, начинать там и потихонечку добавлять, а по минутке добавлять. Вопрос другой. Что такое, что есть медитация? Поскольку существует 300 тысяч вариантов медитации, но это все не медитация, это называется релаксация. Поэтому в древних источниках он медитировал, или она медитировала на Всевышнего, допустим, на образ. Почему? Потому что если мы душа, тогда наша основная сущность это божественная природа. Из триады, тело, дух, душа, допустим. Вот. Тогда, если это высшая наша природа, тогда медитировать надо на высшую природу, а не на то, как нам с кем-то там познакомиться, с кем-то осуществить, короче говоря, наши желания. В этом тоже нет ничего плохого. Но начинать всегда надо не с частного, а с главного. И если мы с главного знаем о том, что есть что-то главное, куда мы должны дойти до этого главного, тогда мы знаем общую нашу цель. А конкретные цели это уже будут на пути к этой цели. То есть такие блоки, блоками надо это все строить по пути движения вверх. Вот это вот познание. То есть начинать надо все же с первого класса, а не с университета. Но мы знаем, что мы к концу тоннеля мы увидим свет. Вот это мы знаем. Вот как пойти внутри этого тоннеля, право-лево, так сказать, прямо и так далее. Этого мы должны определять. Вот. В точке зрения и с помощью медитации. А как человеку, который уже решил встать на этот путь? Как ему найти учителя? Как понять, что именно этот человек готов, он поможет тебе, именно ты получишь то, что ты считаешь конечной цели? Ну, самый простой ответ, который хрестоматийный, который есть везде. Учитель появляется, когда учитель не готов. Не как ему найти, а надо задавать вопрос, готов ли ты к тому, что у тебя будет учитель, готов ли ты. и если появляется учитель, ему надо следовать беспрекословно. Но учитель должен быть, конечно, настоящим. Как я уже вначале сказал до этого, то есть должно быть обоюдное желание учителя научить, а не навязать, а не причинить ему добро, а ученика желание узнать, о чем идет речь. Но только так это может быть. Поэтому не как найти учителя, а готовы ли мы к переменам, готовы ли мы к знаниям. Но еще раз повторяю, не частного порядка, а общего порядка, главного. То есть мы должны вычислить наше главное, и только потом мы можем, зная это главное, зная нашу главную дорогу, мы должны к этой дороге идти. Понимаете? Вот где-то есть главная дорога, да, вот, или там, скажем, большая река, а ручейки, как к этой реке, чтобы влиться в нее, надо вот так вот как-то вот проходить. Понятно. Такой вопрос. Правда, что наше мышление и энергетика может влиять на окружение, как эмоционально, так и физически? Правда ли, что наша энергетика может влиять на окружение? Да, мышление и энергетика влияет на окружающих, как эмоционально, как физически? Это и есть, это истинная правда, изменяя себя, мы изменяем окружающий мир. Это именно так и трактуется. То есть, мы должны научиться, зная о том, что мы можем изменить все, но для этого надо менять себя, а не наоборот. То есть, был когда-то лозунг в Советском Союзе, человек хозяин природы, вот приди и возьми то, что тебе надо. Нет. Это был лозунг абсолютно неверный. Все наоборот. Человек не может быть хозяином природы, потому что человек является частью природы. поэтому изменяя себя, да, мы изменяем. Как? Это вопрос другой. Как и думал. Почему люди все меньше и меньше хотят брать ответственность? Хотя уже 2021 год, но в округе все люди боятся этого. Они боятся брать на себя ответственность, принимать свои решения, действовать как внутри, то есть нутром, в своем сердце, они действуют по шаблонам, которые описывают извне, по телевизору, по радио, как делает сосед, как сказал кто-то и так далее. Но не как они сами хотят. Ну, пока так. Пока так. Есть очень немногие люди, которые стремятся изменить себя, но и становится все больше, как мы уже с самого начала это и начали. И, собственно говоря, для этого и создан Центр Сангель. Сегодня пока в нем 50, на главном канале 55, там с половиной тысяч находится. Это начало на самом деле, но желающие измениться, узнать, подменять абсолютно все. В общем, так пишут наши ученики, наши студенты, которые обучаются на курсы, которые закончили курсы. Многие у них очень большие изменения в жизни, потому что все меняется. И у нас, благодаря нашим преподавателям, происходят удивительные вещи, перерождение, по сути дела, и построение новых, скажем, людей с новым мышлением, соответствующим данному периоду. Вот я бы так сказал. Что такое судьба в данном случае получается? Просто люди часто говорят, вот судьба сыграла со мной злую шутку, судьба то, судьба это. Но разве именно в судьбе прописаны все их неудачи или даже победы? Просто при победе мы обычно не говорим об этом. Понятно. Есть такое бытует, такое действительно такая поговорка от судьбы не уйдешь. Дело в том, что опять это имеет отношение к нашей карме. То есть с одной стороны мы формируем нашу судьбу сегодня и судьба у нас одна прописанная где-то. Будем так говорить. Ну, вакаж пример. Просто как вариант пример. Но вариантов или сценариев этой судьбы достаточно много. Ну, к примеру, у меня была совсем другая судьба, если бы я, скажем, остался там, где я проживал. Я уехал более обстоятельства в Соединенные Штаты, и у меня вот такая судьба. Кто-то решил, у него несчастная любовь или что-то проиграл пух и прах, он решил свести счет из жизни. У него судьба, он решил создать вот такую судьбу. И каждый человек, в принципе, создает себе варианты сценария этой судьбы. Но если мы будем жить в соответствии с Аюрведой, еще раз повторяюсь, это инструкция, как правильно жить, соблюдая законы, законы тела, законы времени, законы божественные, заповеди. тогда мы можем себе создать такую судьбу, которую могут позавидовать очень и очень многим. Человек, в принципе, и это мое, так сказать, блого и кредо, это в ведах описывается, это не я придумал, человек создан для счастья, то есть он должен быть счастливым везде, всегда и во всем. А сколько у нас периодов счастья? Так уж получилось, что счастье мы испытываем совсем короткий промежуток времени, а в основном мы все время что-то сожалеем о чем-то, о упущенных возможностях, о недостижении того, что мы себе запланировали, неполучении того, что мы хотели получить и так далее, и так далее. Поэтому мы испытываем очень много несчастья в своей жизни. И таким образом, если мы на этом концентрируемся, мы формируем свою судьбу. и здесь есть много вариантов, как все создать, сделать себя, сделать свою судьбу. Она где-то прописана на этот момент времени. Как только мы поняли, что где-то, и поняли, кто мы есть, потому что человек рождается, кто знает, кто он есть, на что он способен, каковы его качества. я как астрономеролог могу в определенной степени увидеть это и пытаться это объяснить, человек это будет менять. Я могу помогать, наши преподаватели могут помогать, кто-то еще может помогать, не только наши преподаватели. И тогда человек в себе формирует свой вариант своей судьбы. Ну, примерно вот таким образом. Спасибо, Майкл. На данный момент больше вопросов нет. Спасибо за интервью. Мы надеемся, что наши слушатели зададут также дополнительные вопросы и в следующем интервью я их также самозадам вам. Хорошо. Эдуард, я благодарю. Еще раз, дорогие друзья, давайте, поскольку мы будем это ретранслировать на главном канале, я хотел бы сказать нашим зрителям, нашим подписчикам центра Сангейс YouTube-канала центра Сангейс. Сегодня у нас была программа с Эдуардом Сенгером, руководителем канала, YouTube-канала и Instagram. Это Рига, Латвия. Ну, и мы будем общаться. Во всяком случае, это, так сказать, первая, да, Эдуард, это первая программа, верно? Да. Это первая программа в реальном времени, которая идет, она идет сегодня в записи, но вы ее увидите уже без купюр, без, так сказать, того, что принято там где-то отрезать. Увидите на канале Сангейс Латвия, ну, и на главном канале центра Сангейс. Всего доброго, всем удачи, к миру. Благодарю, Эдуард.